Добрый день, дорогие зрители! В эти дни мы с вами на православном канале Экзегет, как и во всем православном мире, продолжаем честовать Великий Дондесятый Праздник Успения Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Пресноделы Марии. Ну и вот сегодня мы с вами побеседуем о тех особенностях почитания этого праздника и о тех местах, которые связаны с этим праздником, которые относятся к традициям, к преданиям, существующим в Иерусалимской Православной Церкви на Святой Земле, где, в общем-то, эти события и происходили. И здесь с пребыванием Пресвятой Богородицы связано очень много таких памятных мест, посещаемых паломниками. Зачастую эти места существуют не в одном даже варианте, а в нескольких, что бывает связано и с какими-то конфессиональными разногласиями, поскольку представители каждой церкви хотят иметь именно свою святыню, связанную с тем или иным событием, а представители другой настаивают, соответственно, на каком-то альтернативном таком месте. Ну, зачастую и какие-то предания разнятся, происходящие с глубокой эстены. Бывает так, что и довольно трудно с точностью обретелить какое-то вот такое точное место, где происходило то или иное событие. И поэтому существуют разные традиции, связанные с памятью жителей того или другого места, которые были уверены, что именно здесь, именно у них происходило вот то или иное памятное священное событие, или жил, или подвязался, или вообще имел отношение к этому месту какой-нибудь чтимый православный святой. Поэтому мы видим, сколько, например, на святой земле монастырей и каких-то памятных мест, связанных с памятью, например, святого великомученика Пепелоносца Георгия. Наверное, это число уступает только местам, связанным с какими-то событиями, празднествами и воспоминаниями, посвященными Пресвятой Ладычице Богородице. Но если так как-то обозреть вот имеющиеся в настоящее время традиции, хотя бы так, ну, вкратце, бегло, то можно выделить часть из них, которые, ну, до сих пор пользуются таким вот вниманием и почитанием паломников. А часть, на самом деле, уже является достаточно давно прочно забытыми, сменила свои названия, сменила свою принадлежность, но, тем не менее, тоже может быть достойной какого-то воспоминания в связи с этим. Итак, как мы знаем, Пресвятая Ладычица Богородица, предстоя вместе со святым апостолом Анном, богословом у Креста Спасителя, удостоилась последней такой сыновней заботы своего сына, которая проявилась здесь, в земной жизни, еще до его воскресения, которая, конечно, изменила все. И вот в этой великой скорби, в этих великих страданиях Господь наш Иисус Христос на кресте не забыл ни своей матери, ни своего любимого ученика. И он обратился к ней со словами «Жена, сия сын твой», указывая на Иоанна Богослова, а самого Иоанна Богослова также вручил, как бы усыновил Пресвятой Богородице, сказав ему «се, мать и твоя». И, как говорит Евангелие, с тех пор поят ученик матери его во своя сии. То есть постоянно заботился о ней, как будто она была его настоящей подлинной матери. Но можно только предположить, сколько святости, сколько умиления, сколько благоговения и благословения было излито на святого Иоанна Богослова благодаря этому удивительному совершенно общению с Пресвятой Владычицей Богородицей, которая продлилась по церковному преданию еще около 15 лет, которые Матерь Божия провела на этой земле. Традиция церковная некоторым образом здесь расходится. Долгое время жившие в Малой Азии греки были уверены, что святой апостол Иоанн Богослов забрал Пресвятую Богородицу в свой дом, который одни считали, что находится в городе Эфес на побережье в Сидиноморском Турции. И там считали, что вот именно Матерь Божия и встретила свою кончину, как и святой апостол Иоанн Богослов, потому что известно, что большую часть своей апостольской, миссионерской деятельности святой апостол Иоанн Богослов посвятил именно пастве города Эфеса, весьма важного во всех отношениях города, крупного, полного и каких-то такого торгового значения и значения интеллектуального центра для всей империи. И там была создана одна из таких важнейших, крупнейших христианских общин, и святой апостол Иоанн Богослов, как мы знаем, окормлял ее до самой своей кончины, прожил он более ста лет и пользовался вот таким действительно отношением к себе, как, ну, заслуженной, безусловно, как такой живой легенде, очевидцу Христа, последнему, который еще оставался на этой земле, к нему люди приходили со всех концов, просто для того, чтобы увидеть и увидеть те, и услышать те немногие слова, с которыми он обращался к собравшимся людям, когда его приносили, уже совершенно немощного старца, в храм, и он говорил всем, любите друг друга, любите друг друга, почитай, это самый важный, самый главный, из оставленных спасителем заповеди. Но, тем не менее, мы знаем, что святой апостол Иоанн Богослов немало времени проводил и в Иерусалиме, об этом свидетельствует и послание святого апостола Павла, его личное свидетельство об этом, и церковное предание, и церковное предание также об этом и говорит. Вполне возможно, что Матерь Божия в это время сопутствовала ему в его путешествиях в Иерусалим, или даже постоянно проживала в Иерусалиме, в доме, который также, ну, согласно каким-то и евангельским таким, имеющимся в тексте намекам, и, согласно церковному преданию, находился на горе Сион. Сейчас существуют, конечно, исторические примеры того, что вот эта локация этого дома, она Богослова, где он находился, и где, по всей вероятности, с ним вместе живая Пресвятая Богородица, они достаточно так широко разбросаны в разных концах Иерусалима. Наиболее таким сейчас почитаемым местом является аббатство Дармицион, или аббатство Успения, которое действительно с давних пор, по меньшей мере, с 4 века существовало на святой горе Сион, на предполагаемом, а тогда, может быть, даже и вполне известном, как раз таки месте, где стоял дом Ан-Богословый, где это Успение произошло, а древние авторы указывали на то, что, несмотря на все разрушения, этот дом действительно сохранился, пережил все те беды, невзгоды, которые обрушивались на Иерусалим и на такую его часть, как Сионский холм, и существовал вплоть до того момента, когда уже во времена христианской Византийской империи на его месте была построена Сионская базилика, затем перестроена. Однако нынешнее место, почитаемое такое, где стоит очень красивая современная церковь монастыря бенедиктинцев, оно, конечно, едва ли совпадает с тем именно историческим местом, хотя, ну, в общем-то, отрицать этого тоже сейчас нельзя. Но благодаря тому, что это место такое историческое и почитаемое, то и православные паломники охотно заходят, поклоняются этой древней святыне, тем более, что строитель, архитектор этого храма, а он был построен в начале 20 века, строительство началось где-то в 1906 году, когда пустырь на Сионе был подарен турецким султанам, своему союзнику императору Вильгельму германскому, и здесь началось строительство, завершенное в 1909 году. И надо сказать, что, конечно, оно было проведено с тем вкусом, которого сейчас так часто не хватает современным католическим архитектором и современным постройкам католиков на святых местах. Все-таки были соблюдены какие-то традиции отчасти и византийского, и крестоносского архитектурного наследия, и поэтому, в общем-то, этот храм не вызывает такого отторжения, которое, к сожалению, часто невольно возникает в душе при посещении других мест, находящихся в руках у католической церкви. Так вот, нижний храм, крипта этого аббатства Дармицион посвящена как раз вот как бы вот этой сионской, сионскому дому, оно богослово, и там находится такое резное скульптурное изображение Пресвятой Владычицы Богородицы, лежащей во гробе. Это самое, наверное, такое памятное и почитаемое место, связанное с вот локацией дома Иоанна Богослова и, наверное, самое близкое к церковной традиции, несмотря на то, что сейчас оно принадлежит Римно-католической церкви. Были, надо сказать, и другие варианты расположения Иоанна Богослова, его дома. Во времена крестоносцев весьма крупный монастырь Иоанна Богослова, посвященный этому святому и также располагавшийся по преданию на месте его дома, находился, ну, в достаточном отдалении от современного Сиона, находился практически там, где сейчас проходит знаменитая Виа Довороза, знаменитый скорбный путь Христов. Ну, те, кто представляют себе план Иерусалима, его карту, план Старого Города, ну, могут примерно, наверное, отождествить то, о чем я сейчас говорю. Итак, с севера на юг по направлению к как раз-таки знаменитой стене Плача от Дамасских ворот в такой естественной низине пролекает улица, которая сейчас называется Эльват или Поток. Во времена Византийской империи она совпадала как раз-таки с одной, это была так называемая Нижняя Карда Максимум, нижняя главная улица, построенная еще римскими властями в том городе, который они из Иерусалима переименовали в Эли Капитолину. И вот, если кто-то действительно может быть сейчас может припомнить, если вы идете по Веа-де-Ла-Роза от ее начала в монастыре францисканцев, то доходите до угла, где находятся армянские госпитали, где расположены сейчас третья и четвертая остановки Скорбного пути, вы заворачиваете за угол и идете как бы по направлению вниз. Таким образом, вы как раз-таки оказываетесь на такой очень оживленной улице Эль-Вад, которая фактически соединяет с собой мусульманские и еврейские кварталы города. Немного спустившись вниз и пройдя те вот остановки, которые сейчас находятся у армянской церкви, вы затем поворачиваете наверх у такого очень приметного угла, на котором еще показывает такой отпечаток, который выдают за отпечаток руки спасителя в камне. И, сделав такой зигзаг, современная Виадолороза поднимается наверх к бывшей верхней карда. на самом деле это когда-то византийские времена улица носила имя в честь святых мучеников Косьмы и Демиана. А если не подниматься на вот эту современную Виадолорозу, а буквально пройти чуть-чуть вниз, совсем немного, буквально один дом, то вы окажетесь под сводами, в которых угадывается архитектура крестоносского монастыря. Это действительно был большой такой крестоносский монастырь, там еще сейчас расположен Сабиль, фонтанчик для питьевой воды, но он, правда, не действующий, очень такой красивый. Вот вы можете так примерно осмотреть это строение, оно, конечно, сверху перестроено в более поздний турецкий период, но вот нижние части своды ясно несут на себе отпечаток строительства времен крестоносцев. Это крестоносский монастырь, святого апостола Иоанна Богослова. Конечно, его очень трудно соотнести с Сионской горой, на которой по преданию был дом апостола Богослова. это скорее самый нижний склон или даже древняя долина Терапион, долина Сароделов, которая совпадала в еще период, когда это был город еврейский, город великого строителя Ирода, Иосифа Флавия, совпадала вот эта долина Серапион с современной улицей Эльват и с византийской Карда Максимум, нижней Карда. Вот это тоже одна из таких локаций, ныння забытых, дом Иоанна Богослова. Православный монастырь в честь святого апостола Иоанна Богослова находился не вдалеке от современных новых ворот. Это тоже была такая древняя православная святыня, посвященная этому святому апостолу Иоанну Богослову и также возможной локации его дома. Но в 14 веке, когда в 15 веке, когда францисканцы были окончательно изгнаны из своих владений на Сионе турецким правительством, то православные жители Иерусалима как-то вот пожалели, посочувствовали своим католическим собратьям, в чем, наверное, впоследствии неоднократно раскаялись и уступили им временно вот этот монастырь Иоанна Богослова для того, чтобы изгнанные из своей обители францисканцы могли найти хоть какое-то пристанище. Францисканцы переименовали этот монастырь в честь Спасителя. Сейчас он так и называется Сан-Сальваторе и издалека его можно узнать по такой, наверное, самой высокой в старом городе колокольне, которая видна практически с любой точки. францисканцами. там, в этом бывшем монастыре Богослова образовалась новая штаб-квартира ордена францисканцев на Святой Земле. Неподалеку францисканцами был построен странно-приимный дом для католических паломников, который получил название Казанова. это название ни в коем случае не имеет никакого отношения к знаменитому своими любовными похождениями итальянскому авантюристу и на русский язык его фамилия переводилась бы просто как господин Новодомский, поскольку Казанова это новый дом, поскольку это было новое пристанище францисканцев и, соответственно, новое пристанище и для приходивших под их покровительство и защиту паломников Рима и католической церкви. Это Казанова, надо сказать, существует и до сих пор и одно время не очень любили останавливаться и многие православные паломники благодаря некоторое время такой вот дешевизне тех помещений хостела, который сохранил свое историческое название, будучи неоднократно перестроен. Итак, это еще одно из возможных мест, где Матерь Божия могла находить себе пристанище в Иерусалиме в доме святого апостола Анна Богослова, но, конечно, наиболее вероятным все-таки является та локация, которую помещают дома Анна Богослова и, соответственно, пристанище Престой Богородицы на горе Сион. И вот оттуда Матерь Божия любила, как говорит предатель Иерусалимской церкви, совершать такие пешие благоговейные прогулки. Она нередко приходила и в Гефсиманию, место в Кедронской долине у подножия Елеонской горы, где были погребены ее родители, предки, где находилась фамильная усыпальница Пресвятой Владычицы Богородицы и ее семьи. Любила она также подниматься на вершину Маслечной горы к тому месту, откуда ее сын и Бог вознесся на небо и где она последний раз видела его в таком человеческом сыновьем образе. Это были, как говорит предание, такие излюбленные маршруты для таких молитвенных благоговейных прогулок Пресвятой Пречистой Девы. Здесь, на вершине Елеонской горы, Матерь Божия и сподобилась по Иерусалимскому преданию такого особенного явления ей, уже вторичного явления ей святого Архангела Божия Гавриила, который когда-то явился и благовестил ей великое чудо благовещения чудо того, что она, будучи осенена Духом Святым, примет и понесет во своем чреве Спасителя мира, тогда он подарил ей прекрасный цветок, как это зачастую отражается в иконографии Православной Церкви, как в знак того, что она будет осенена вот этой помощью Вышнего, этой силой, и в ее жизни произойдет вот такой удивительный совершенно расцвет и принесение плода, в котором будет спасение всему миру. Есть, правда, другое иерусалимское предание, которое говорит о том, что Архангел Гавриил был послан при чистой Деве и во время воскресения Спасителя, для того, чтобы предупредить ее о том, что Господь воскрес и грядет для того, чтобы явиться ей и лично принести благую весть о своем воскресении. Это предание Иерусалимской Церкви отражено и в известном запеве, который сейчас стал частью задостойника, то есть песнопения, которое поется вместо достойно есть на праздник Святой Пасхи «Ангелу Пияше Богодатни и чистое дело радуйся». Вот это Иерусалимское предание нашло свое отражение и в богослужебной жизни Православной Церкви. Ну и тогда третье явление Архангела Божьего Гавриила Девы Марии было как раз таки на вершине Илеонской горы, в тех местах, где она очень часто тоже любила проводить время, вспоминая великую радость и воскресение и вознесение. Кроме того, это место, оно также было связано с тем, что Господь Иисус Христос пребывал там, когда приходил Иерусалим. Это место традиционно называлось Малой Галилей, потому что по преданию там существовало Галилейское подворье. Там останавливались паломники, приходившие из Галилеи, те, у кого не было родственников в самом Иерусалиме, где они могли бы остановиться, они были вынуждены уже искать пристанище на какие-то праздники, в которые посещали Иерусалим в окрестностях святого города. И вот в частности такой страноприимный дом существовал в месте, которое потому и было названо Малой Галилеей. Сейчас к нему добавляется еще такое латинское название Вири Галилеи, Мужи Галилейские, поскольку с такими словами обратились к апостолам святые ангелы после вознесения Спасителя на небо. Мужи Галилейские, что вы стоите здесь и смотрите на небо, куда вознесся Господь наш Иисус Христос и откуда Он придет в своей великой славе уже в конце времен. Вот это место, связанное с памятью таких вот великих и священных событий, очень часто посещалось Пресвятой Богородицей. И здесь ей явился Архангел Гавриил со словами о том, что спустя три дня она присоединится к своему Сыну и Богу и расстанется со своей земной жизнью, совершится вот то великое событие ее успения, которое сейчас мы празднуем в качестве такого великого Дон Десятого праздника. В уверении также своих слов и в качестве такого чудесного, предвосхищающего райское блаженство знамени святой Архангел Гавриил также принес Пресвятой Деве небесный подарок. По одним преданиям это опять же был цветок, по другим такая чудесная пальмовая ветвь райского древа. И вот с этим подарком Матерь Божия вернулась в свой дом для того, чтобы готовиться к грядущему, приближающемуся ее отшествию из этого мира. А на этом месте для того, чтобы сохранить вот это Иерусалимское предание для потомков, весьма важное такое предание, был устроен монастырь, который сейчас так и называется Малая Галилея или Мужи Галилейские, Вири Галилеи. Устроен он был в конце XIX века иерархом Русалимской Православной Церкви, епископом или архиепископом Орданским Епифанием. Он выкупил эту часть Масличной горы и предполагалось, что там будут оливковые сады, а также он взял разрешение у турецкого правительства на строительство там ну вот такого заводика, который бы перерабатывал это оливковое масло для нужд Иерусалимской Патриархии. как это часто вводится и как это нередко делали греки, привыкшие в общем как-то хитрить и обманывать турецкое правительство, чем впоследствии нередко занимались и наши подвижники но уже в советское время, когда по документам строили сарай, а на практике это был небольшой храм или какой-то дом для приема паломников, вот так же и здесь в квадратном таком нетипичном для храма здании якобы массово перерабатывающего завода был устроен православный храм, ставший к тому же еще и усыпальницей не только архиепископа Епифании, но и многих других иерархов Иерусалимской Церкви, в том числе таких почитаемых патриархов, как Венедикт и Деодор. А в том месте, где Матерь Божия сподобилась вот этого своего смертного благовещения, был построен совершенно уникальный небольшой храм, который посвящен благовещению Пресвятой Богородицы, но это, наверное, едва ли не единственное посвящение подобного рода, поскольку посвящен он не просто благовещению, но смерть благовещению, тому благовещению, с которым явился Святой Архангел за три дня до успения Пресвятой Богородицы и поведал ей об этом приближающемся событии. Этот храм был построен уже в ХХ веке, и для нас, русских паломников, он памятен и примечательен тем, и заслуживает посещения, что за его алтарем также находится, но помимо древних византийских гробниц, также и совсем сравнительно недавние погребения замечательных подвижников Русской Православной Церкви. Это игумен Серафим Кузнецов и его духовные чадо монахини Сергии Анастасии. Отец Серафим Кузнецов это был такой замечательный подвижник Русской Православной Церкви, возглавлявший небольшой скит в честь всех святых на Урале, в котором он возрождал древние традиции монашества и мечтал распространить их на всю Русскую Церковь. С докладом об этом своем опыте и об этих своих стремлениях он выступал как челед Поместного Собора 17-18 годов в Москве, того самого, на котором было восстановлено патриаршество и избран первый после долгого перерыва святейший патриарх Тихон, святитель нашей Русской Церкви. Но впоследствии жизнь отца Серафима сложилась таким весьма драматичным образом. Как известно, он вернулся на Урал и там принял участие в очень таком важном событии. От наступающих частей Красной Армии он спас и вывез для последующего захоронения тела великих князей Константиновичей, которые были убиты на окраине Алапаевска, сброшены в шахту и тела святой великомученицы великой княгини Лисаветы и верной ее сестры Иннокине Варвары, которые также были брошены в эту же Алапаевскую шахту. В течение долгого времени, долгого лета, в которое продолжалось отступление белой армии с боями дальше и дальше на восток, отец Серафим вместе со своими верными послушницами своего скита вез тела святых великомучениц и великих князей все дальше и дальше на восток. Правительством Ковчака был выделен для этого специальный отдельный вагон, в котором они ехали, и поскольку лето стояло очень жаркое, то, к сожалению, тела великих князей начали очень быстро разлагаться, поэтому послушность отца Серафима во время остановок, когда в степи сибирской и в лесах останавливался этот состав, они сходили с поезда, с вагона, собирали придорожную траву и старательно отирали текущий из этих гробов гной. в то же время по воспоминаниям отца Серафима из гроба святой великомученицы Лисаветы и ее сестры, ее духовные Варвары истекало нечто иное, как благовонная мира, и отец Серафим весьма благоговейно собирал его в такую отдельную бутылочку, когда наконец состав достиг своего конечного назначения и благополучно прибыл в Китай, то там тела великих князей были преданы земле, похоронены и похоронены, и когда их перекладывали в новые свежие гробы, то выяснилось, что там ничего уже кроме скелетов, костей уже не осталось. Когда же были вскрыты гроб святой великомученицы Варвары и гроб святой великой княгини Лилисавета, то оказалось, что обе эти святые мученицы благодаря святости своей жизни остаются и пребывают в этих гробах совершенно нетленны, несмотря на вот такое длительное путешествие по жаре, которое довело их родственников великой княгини до вот такого полного разложения. Рискуя своей жизнью или по крайней мере свободой, отец Серафим долгое время скрывал, живя в Китае, под полом своей кельи тела святой великомученицы и ее послушницы, хотя по китайским законам это было строжайше запрещено оставлять тело умершего человека непогребенным, но это не считалось погребением, поскольку они не были преданы земле, но отец Серафим собирал средства, собрал деньги для того, чтобы исполнить давнюю мечту великой княгини Лисаветы когда-то ей высказанную о том, чтобы она нашла место своего последнего такого пристанища в храме святой равноапостольной Марии Магдалины, ныне это монастырь в честь святой Марии Магдалины на святой земле на Элеонской горе в Иерусалиме в русской Гефсимании и получив возможность связавшись с британским королевским домом отец Серафим получил требуемое для этого финансирование и вот таким далеким кружным путем с заходом в Австралию и далее через всю юго-восточную Азию и через Суэцкий канал прибыл на Средиземное море и сумел перевести это конечно был величайший его подвиг сумел перевести сюда в русскую Гефсиманию где они нашли место своего покоения и где до сих пор мы можем с вами приложиться к мощам этих великих святых сам же отец Серафим вступил в качестве священника в монастырь вознесения спасителя русский монастырь находящийся на вершине Леона он там провел довольно много лет со своими ученицами послушницами которые также вступили в это сестричество с монахиней Сергий которая была таким знаменитым на святой горе иконописцем мы ее еще упомянем в течение нашего рассказа но вот особенно после второй мировой войны в душе отца Серафима стало очень сильно возрастать беспокоящее его чувство ностальгии он очень тосковал он очень скучал по навсегда оставленной им родине он очень хотел бы вернуться в Россию однако понимал что это едва ли возможно да и в общем был уже человеком весьма преклонных лет но по крайней мере он испытывал такую искреннюю симпатию к России как и многие кстати говоря иммигранты которые изменили свое отношение к своей родине под советским владычеством после того как она победила страшного врага гитлеровскую германию во второй мировой войне отец Серафим стал слушать советское радио общаться с советским послом и в общем-то достаточно быстро вызвал сначала недоумение непонимание а потом и в общем-то такое отторжение в среде сестричества своего монастыря Вознесенского который относился к русской зарубежной церкви в котором тогда как раз таки было много очень таких резко антисоветских конечно настроений и достаточно скоро его пребывание там стало ну таким довольно таки невыносимым с духовной точки зрения он понял что разошелся своими взглядами своими чувствами с тем систричеством с которым провел много лет и вынужден был переселиться буквально поблизости вот в этот греческий уединенный монастырь Малую Галилею где его сестры послушницы которые последовали за ним Сергия Анастасия расписали вот этот самый храм смертного благовещения за автарем которого все они и нашли свое упокоение и поэтому сейчас конечно русским паломникам которые посещают места связанные с жизнью и успением Пресвятой Владычицы Богородицы на Святой Земле мы также всячески советуем посетить это замечательно и тоже в каком-то смысле русское место место связанное одновременно и с воскресением и вознесением спасителя и с земной жизнью и успением Пресвятой Владычицы Богородицы и с вот памятью таких замечательных глубоко любивших Россию людей отца Серафима Кузнецова и его послушниц монахини Сергия Анастасия которые также нашли свое упокоение рядом со своим духовным отцом в том месте где архангел Гавриил благовестил Успение и Пресвятой Владычице Богородице так что те кто получит счастливую возможность побывать в этом месте пожалуйста зайдите туда спойте вечную память даже если вы мирянин над гробницами дорогих нам хоть и в отдалении русских людей помяните их поклонитесь и вот этой чудесной святыне хотя сам храм как правило является закрытым богослужение там совершается очень редко и в общем-то конечно даже жители Иерусалима православные редко имеют возможности оказаться внутри этого храма и увидеть его интерьер но тем не менее вот такое место существует ну а в следующей нашей беседе мы с вами уже поговорим о гробе Пресвятой Владычицы Богородицы и о тех традициях которые сопутствуют служению на нем в праздник успения в современных ну и древних традициях Иерусалимской Православной Церкви Внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео субтитры